Это просто шок-контент, который я не успела заснять в силу своей неподготовки, неопытности в этом плане, потому что я, значит, одеваюсь, иду себе, посмотреть, где же моя собака. Я захожу в зал, и я не поверила своим глазам, потому что собака стояла на вот этом самом месте, просто в углу дивана. Просто стоит и смотрит на меня. Пока у меня не поменялось такое выражение лица, шоковое просто, она быстро спрыгнула, перекувыркнулась, погнала мне ноги лизать, извиняться. Если я такое личи еще раз увижу, я тебя вбью, собака! Лизут мне носки теперь. Это просто шок был, как она залезла, она еле стояла на своих лапах передних вот здесь на диване вообще. О, все! Нельзя! Оно нельзя, оно слезает, нельзя! Друзья! Глянь, села! Ты шо вообще? Ты обнаглела? Ты в край обнаглела? Я тебя на мебель пускать не буду! Это ты потом на кровать будешь прыгать, да? Такое вот именно доброе утро. Доброе утро, друзья! Я собралась в университет, надо съездить, и потом уже тоже пойдут планы-планы, тоже опять день весь распланирован. Но меня это подвергло в шок. Если она научилась прыгать, я сейчас уйду, мне надо постоянно ее дергивать и ругать за это. Сейчас начнется сиганье по мебели. И села! Вот второй раз вообще капец был, вы видели? Прыгнула и легла! Полюбуйтесь, мои дорогие друзья, во что превратился Копи-центр сейчас. Думаю, вы помните из прошлых видео, как мы тут с девочками сидели. И очень часто с первого курса мы здесь проводили время, и с Лешей. И, в общем-то, так случилось, наверное, потому что очень многие приходили с чем приходили? Со своей едой, с напитками, и, наверное, поэтому лавочка закрылась, я так думаю, по этой причине. Но, на самом деле, это очень грустно, потому что это было хорошее место для нас всех, хорошее воспоминание. А теперь от него ни черта не осталось. Вот так бывает. Качок! Это я могла сделать. Подкачал. Кто заказывает через розетку, лучше именно через приложение мобильное. Почему? Ну, они буквально через час, после моего заказа, уже все отправили. Они надеялись, чтобы больше 10 из приложений входили. Потому что реально буквально через час все уже обработали, и вчера уже ее отправили. А через сайт обычно там через день, через два. Ну, не все равно будет так. Да, в последний раз на стул заказывали розетку, что-то долго там уже было. И то, на розетке написано, что он уже на складе новой почты, а с новой почты все его долго не отправляли. Героин какого-то там запаковали. Когда есть героин. Это все это? Америка. Америка? Конечно. Серьезная масса. На серьезной массе. Ну, друзья, у нас уже поздний вечер. Я уже пришла с танцев, опять же, с хорошим настроением. Ну, естественно, всегда хорошее настроение. После танца я делаю и в танце, и в людях, которые там занимаются, в учителе, в музыке. Вот, ты все время выходишь с таким зарядом позитива, и вот, хочется и хочется ходить, и ходить. Поэтому я очень советую восточный танец. Он действительно такой пробуждающий, заряжающий, не знаю, наполняющий энергией, вдохновляет. Действительно, выходишь со студии с высоко поднятой головой. Самоценка у тебя повышается. Ты выходишь такой вот весь уверенный в себе. И то это прошло только у меня пять занятий. А, нет, стоп. Шесть? Шесть занятий прошло. Можете меня поздравить. Я, получается, этот месяц занималась. В субботу индивидуальный. Дальше у меня начинается новый месяц, за который тоже дальше буду платить полностью сразу за весь. Потому что я хочу ходить, я хожу. Я не плачу за каждый. Я уверена, что буду ходить. На воскресенье запланировала кое-что интересное. Такая вам интрижка. Думайте, что же это такое. Ну, а кто не хочет, думать, не думайте. Но это будут небольшие изменения во мне. Вот. Мы сегодня мало посидели с Кариной. Можно сказать, что не посидели. Потому что я поехала в университет. Приехала, зашла в магазин. Мы пришли ко мне. И буквально недолго посидели. И это было очень тяжело. Потому что в Карине некуда положить розик. Сковородик у них дома сидит на стульчике или в манеже. У меня здесь ничего такого нет. Дичи постоянно пытается запрыгнуться. Я ее ругаю. Она обижается. Короче, так вот по кругу. И ребенок капризничает. Не хочет сидеть на одном месте. И, в общем, это такая не очень, в общем-то, приятно. Всем нам, четверым, мы как-то не можем нормально, спокойно сидеть. Мы не посмотрели кино, ничего. Просто посидели, чуть поболтали. Я поставила там курицу запекаться в духовку, которая у нас немножечко... Даже не немножечко, а сгорела так сверху хорошо. Но именно кожица. Она что-то совсем сгорела. Мы ее отодрались. И так сойдет, в общем. И Карина ушла. Я уехала в танцы. Поэтому тяжело нам именно у меня видеться с собакой. С собакой сегодня не выходила на прогулку. Из-за того, что ветер. Очень сильный ветер. Так как она еще не привыкшая. Она выходит, дрожит. И этот ветер... Сегодня даже мне было очень холодно. Я побоялась выходить с ней. Не дай бог что. Она бы простыла. И, ну, я переживаю за нее. Тем более, что потепление у нас завтра-послезавтра уже такое серьезное. Мы будем выходить по несколько раз в день. Будем уже потихоньку приучать ее к туалету на улице. Я думала, что будет получаться у нас. На диван она продолжала прыгать. Мы ее ругали. Вот. Наглеет она с этим диваном. Приходишь, она прям сидит там. Вот. Ну. Это мне не нравится. Потому что... Если она так много раз будет делать, значит, она наглеет. Не люблю наглых. Неважно, человек или собака. Мы печеньковые магнаты. Посмотрите, что у нас тут лежит. Печенье овсяное. Печенье... Фитнес-печенье. Хотя вкусное такое. Но его много не съешь, но надоедай. Так как это фитнес-печенье. Вафельки. Потом еще осталось вафелька. Это все Леша покупает. Да не я, чтобы имели в виду. Зефирки. Любимые зефирки со вкусом латы. Печеньки, которые тоже Леша принес, купил. Какие-то печеньки. Короче, Леша думает, что если он будет покупать печеньки с семечками и с кунжутом, то, в общем-то, ничего от него не будет. Я так поняла. Вафельки это вообще капец. Я люблю вафли. И мне очень тяжело от них отказываться. Блин. Я их иногда ем. Иногда могу приложиться серьезно. И это меня начинает гложить. И когда у меня дома что-то лежит, это не может просто так спокойно лежать. Знаете, наверное, существуют такие люди, у которых лежат какие-то сладости или вкусняшки. И лежат долго. Но мы не из таких. Кстати, тут вот я хотела показать Личухина сосиска. Я когда покупала ей поводок, я еще купила ей вот такие колбаски. Ну, чуть-чуть. Леша тоже такие покупал. Это как какая-то говяжья колбаска. Я, честно говоря, думала, она мягкая. Ну, как сосиска. Она очень твердая. Она хрустит прям. И она легко отламывается. Я ее взяла в качестве вкусняшки. Вкусняшки по ошряшке. Давайте сюда, наверное, положу. Вот. И Леша сказал, что если собаке вот это вот давать, то она еще и как зубы чистит. Правда это или нет? Потому что мы еще зубы ей не начинали чистить. Но если такие вот сосиски и косточки действительно в этом помогают, это было бы здорово. Где-то даже говорят о том, что можно вообще не чисти зубы, а давать только такие косточки. А еще Леша накупил тыквенных семечек. Вот почти съел всю пачку. Вот вторая. Не знаю, тыквенные семечки, это тоже, блин, бомба. Я не знаю, очень мы их любим. Полезные, вкусные. Но их тоже, наверное, есть много нельзя. Бывает, как приложишься, и капец. А вот эта печальная курица. Та самая печальная курица, которая сгорела. Не так-то она вкусная. Но вот можно по крыльям видеть, что она тут была просто черная. Мы все от нее отшкрябали. Ну, а так она получилась очень-очень вкусная. Да, я ее готовила по рецепту Высоцкой, кстати. Вот кто там еще не знает. Это наш один из самых полюбившихся рецептов запекания курицы. Потому что он очень простой, быстрый. Мариноваться ей не нужно. Там минимальное количество ингредиентов. Только что нужен мед, соус, коряндер, бадьян. Ну, это как бы немного, я считаю. И коряндер очень тяжело. Нет, бадьян, по-моему. Или что? У нас тяжело найти почему-то. Нет такой спец у нас нигде. Опять же, тупо очень. Поэтому наберите там, если интересно, в интернете. Курица по Высоцкой в меду. Ну, прям пальчики оближешь. Только не передержите, как я, курицу, и не будет вам печали. Брось! Ричи, брось! 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 Молодец! Молодец! Это почти 10 часов ночи. Брось! Молодец! Молодец! Неси! Нет? Неси! Нельзя! Залезла. Ты еще на тумбу запрыгни. И вот туда, вот наверх. Там будешь жить. Нет! Нечень! Нет! Да, бедные соседи. Жаба. Нечень! Нет! Нечень! Они- Нечень! Нет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok